Итак, тест драйв вот такой электрической станции, которая может заряжаться от обычной розетки, переходник вместе с ней, и солнечной батареи. Мы-то взяли для жизни на островах, вот, зарядка подходит, как штекер 5.5, подходит солнечной батареи и этой. Упакована очень хорошо, пришла быстро, продавец молодец, что вот надо сказать. Не так много у него всяких разъемов, но нам, в принципе, этого достаточно, потому что первую машину мы купили, там было много, а она не рабочая оказалась. Здесь USB, фонарик, не знаю, нужен он, но может в вечернее время. Вот, два USB, 4 220 вольт, вот, причем, давайте вот так покажу, можно так класть ее, вот, причем две розетки, как бы, такие общие, да, не евро, а то тут все может подключаться. Давайте я покажу тоже. Вот есть и две китайские чисто, китайские, китайские отличаются вот таким, этим, как их, штекерами. Вот тут, если делать на нашу, придается такой переходник, а, господи, ты боже мой, все-таки китайское такое, блядь, не сломать бы, ладно, пока не буду, пока покажу, как китайское. Вот, это чисто китайское, вот оно горит, и мы можем там батареи заряд делать. Ну, вот так в вашу сторону сделаем. О, плотненько все встает. Вот, к этому подходит зарядка, ну, а почему, пускай она торчит, заряжается, подходит вот такая, по-моему, это американская, да, тоже с насадкой для европейского, да. Вот она тоже как бы универсальная получается, то есть вот можно ее сделать, к ней, значит, какой-нибудь там USB и заряжать пауэрбанки, допустим, даже отсюда можно заряжать. Все заряжается, и встает плотно и это, и это. Но! Давайте я вытащу. Видите, как плотно? Плотно встает она. Но наши вот эти, есть такие розеточки, которые очень, где они, вот, допустим, от Panasonic, да, они тоненькие. Я даже не знаю, что делать, они заряжаются, если под собственным весом, но они вот так болтаются в этом. О, видите, тоненькая какая. Зарядка идет. А то он норовит целым выскочить. Есть тут, видно зеленое? Вот, зелененькое. Ну ладно, потом что-то подумаем. А зарядки от ноутбуков, они толстые вот эти. Штекераты. Это что такое он показывает? Перенагрузка что ли, да? Вот, ноутбук. Пошел на зарядку, да? Стал заряжаться. Ну ты там что-нибудь сделай. Вот сейчас я сделаю. Посмотри, горит там. Да, вот, вот, горит у него этот штекер. У батарейки вот здесь. То есть, пожалуйста, и это, и это одновременно заряжается. Причем интересно, вот здесь напряжение, да, или остаток, не напряжение, а остаток. Он как бы подсаживается электричество и показывает чуть меньше, как проседает, да, называется. Ладно, вытащим пока эти все. То есть, на островах нам, в принципе, нужно свекули только вот эти. Ну, USB не помешает, да, телефон зарядить. Потому что очень много разных станций, да, разных батарей. Вот как даже вот Panasonic, да. Panasonic камера одним током заряжается, там, Sony, эти аккумуляторы другим. Рация третьим. Я как-то пробовал, пробовал таким хитрым препаратом заряжать, да, только рацию, по-моему, батарею убил. Поэтому проще сунуть. У нас еще будет электропила с аккумуляторной, да, аккумуляторы вытащил, сюда сунул, зарядил. И работай опять. Посмотрим, насколько ее хватит. Вот, также здесь присутствует... Давайте пока это отключим. А, заглушечки есть, кстати. Вот, вот для этих, чтобы влажность ночью не попадала. Вот. С этой стороны у нас вентилятор и этот... Для прикуривателя. Для прикуривателя, да, гнездо. Я уж тут пробовал разные версии. Кстати, да, даже вот такие, какие-то небольшие приборы, не сложные, да. Вот. Как бы можно... Тут тоже так, видишь, не очень розетка. Не тяжелый. Конечно, чайник он не будет тянуть, он на 300 ватт всего. 300 ватт. А вот такой СССРовский кондобый холодильник. Смотрите. Автохолодильник. Машинный. Он тянет. На удивление, тянет даже на большой. На большой мощи. Здесь у него всего два переключателя. С маленькой мощью и большая. Тянет. Это вот он на маленькой. И вот тут мы можем выставить... Опа! Большую. Там под 4 ампера, короче, он дает холод. Но я тоже посмотрю, насколько он будет работать. Видимо, тянет сильно, потому что напряжение сразу показывает, что там... Вот. Но самое главное, что он тянет. Да. Вообще, очень много плюсов в такой машине, в автономном плавании-то нашем, да? Когда мы по островам. И самое интересное. Друзья, я сейчас уже не буду доставать лодочный мотор. Но мы проверили. Здесь есть вот два таких, как они там называются, контакта. Выход тоже на 12 вольт. О! Сюда клеммы ставишь от нашего электромотора. И самое интересное, что электромотор у нас он мощный, но на первой скорости он может работать. От этой машины, от этой машины, от 12 вольт он может работать на первой скорости. Ах, не принесу, сейчас принесу. Ну вот, не пленился я, вытащил я электромотор. Вот. Подсоединил красную клемму, значит, красную, черную, черную. Но они как-то тут ездят и близко находятся, может закоротить. Поэтому я положил эту шайтан-машину. Давай ее включим. Так. Смотрим. Сейчас она вот здесь набирает. Вот, набрала 220, нам показывает. Здесь 85% пока сейчас нам показывает. Ну и попытаемся электромотор включить. Это видно винт электромотора, да? Винт, видно. Ну давайте на первую. Вы чувствуете, да? Но это на воздухе, не значит, что он под водой пойдет. Давайте попробуем на вторую. Там какой-то предел будет у него. У него есть эта плата защиты. И она должна сработать. Давайте на вторую. Будет она на второй? Работает. Если он на второй на воздухе работает, значит, на первой потянет точно. Под водой. На первую. А давайте на третью. Да ты смотри. Давай, давай, на пятую, да? Но он не должен. Но он всего 300 ватт. Он не должен как бы тянуть. Это получается, что он уже даже на второй может идти. От этой шатан-машины. Обалдеть. Ну что, на четвертую рубится? Давайте. Давай лучше не стоит. Давай попробуем. Да такого быть не может. Он на четвертой скорости работает. Но на пятую я не буду рисковать. Ну, скорее всего, в воде он вырубится. Потому что нагрузка будет... Нагрузка там будет большая. Это здесь он на воздухе просто так дает. Но это о чем нам говорит? Что он... Я выключаю. Это о чем нам говорит? Что под водой, скорее всего, он на второй скорости может будет идти. И потом уже, так сказать, не в теории, а на практике. Это мы исследуем. Но вещь хорошая. И цены малые. Самое интересное, хочу напоследок сказать, где-то 1040. Вот такая конструкция стоит. Ну, 40-45 у нас в стране, если покупать. А то и полтинник весь. Смотря какой фирмы. А мы купили за 13 на Алиэкспрессе. Это даже не, друзья, не реклама. Потому что мне на самом деле весит немного. Там под видео все параметры этой штуки напишу, короче. Вот китайцы молодцы, да? А что же наши-то? Впереди планеты все. Они могли такую простую и полезную сделать вещь. Все. Счастливо всем. Счастливо.